Сегодня я попытаюсь вам рассказать историю, которая, честно говоря, меня повергла в шок. Я очень долго вникал в ее детали и специфику. В общем, конечно, совершенно необычная история. Она длинная, запутанная. Приготовьтесь, запаститесь попкорном. Но правда будет интересно, потому что столько интересных и необычных людей вовлечено в эту историю. Такая совершенно немыслимая комбинация интересов и событий, что мимо пройти никак не мог. Так вот, если кто-то считает, что самый долгий долгострой в Уфе это Менделеевский треугольник, оказывается, это не так. Дольше всех в Уфе, в Республике Башкортостан и даже в Российской Федерации своих квартир ждут дольщики жилищно-строительного кооператива «Дуслыкстрой». По разным оценкам уже с 2003 года существует там участок, стройка в разной степени активности и пассивности, но, в общем, эта история насчитывает 19 лет. В центре этой истории совершенно для меня фантастическая и даже, на мой взгляд, демоническая фигура великого мага и заклинателя мэров Уфы Геннадия Дементьева. Ведь иначе как магическими способностями, наверное, трудно объяснить тот факт, что господин Дементьев смог заколдовать троих подряд мэров Уфы и сподвигнуть их на такие очень странные, зачастую необъяснимые решения в свою пользу, что, ну, вот иначе как магии это объяснить сложно. Но также сложно объяснить влияние этого господина на всевозможные государственные органы регистрации имущества, силовые структуры, правоохранительные органы и даже на суды. На протяжении почти 20 лет господину Дементьеву удавалось добиваться от уфимских и республиканских властей того, чего, собственно, добивался друг детства Остапа Бендера, Костя Остенбакин, от подруги детства Инги Зайонс. Он добивался большой, чистой, а самое главное, бескорыстной любви. И, смею заметить, господин Дементьев этого добился. Как я уже и говорил, началась эта история довольно-таки давно. На заре нулевых годов Геннадий Петрович Дементьев, которому сейчас исполнилось уже 60 лет, организовывает некое богоугодное дело – общественный фонд «Луч». Целью и задачей этого фонда он определяет строительство спортивно-реабилитационного центра для инвалидов по зрению. Ну, дело более чем благое, наверное, сложно с этим поспорить. И господин Дементьев начинает в начале нулевых активную бурную деятельность. Уже 27 декабря 2002 года глава администрации города Уфы Рауф Самигулович Нугуманов, первый мэр в этой истории, сразу же в ответ на письмо господина Дементьева с просьбой выделить земельный участок, выделяет ему некий земельный участок по адресу улицы Уфа, улица Тюлькина, 4 дробь 1. Площадью ни много ни мало – 76 тысяч квадратных метров. Ну, под богоугодное дело – помощи инвалидам по зрению в реабилитации после их спортивных достижений. Господин Дементьев, получив этот участок, каким-то странным образом распорядился с этой землей, но в нашем распоряжении, слава богу, есть довольно много документов, которые мы вам будем показывать сегодня, демонстрировать. И вот первый документ в этой истории – это документ переписки некой церкви Иисуса Христа святых последних дней, американской мормонской церкви, с господином Дементьевым, директором Цезаро Зайиз Луч. Так называется, спортивный реабилитационный центр инвалидов зрения Луч, он так назвал его. Так вот, в этом документе обсуждается оплата за земельный участок, который как раз-таки и выделен по этому постановлению номер 6200 от 27-го, 12-го, 2002-го. В письме американцы недоумевают, что господин Дементьев настаивает на оплате. Какой-то оплате у нас нет договоров, но, судя по всему, речь идет об оплате земельного участка. И американцы не понимают, как же так они вступили в право пользования этим участком, хотя есть только постановление на выделение участка для господина Дементьева. Ну, наивные американцы не знали, как это все работает у нас в России. Господин Дементьев настаивает на оплате. Так или иначе, на этом месте, на этом участке возникла мормонская церковь. Она у нас сейчас есть, а это значит, что процесс передачи участка от общественного фонда «Луч» свершился. Мы, конечно, не имеем всей массы документов. Мы имеем только то, что нам удалось раздобыть, общаясь с бывшими сотрудниками господина Дементьева, с государственными органами власти, с открытыми источниками и с группой дольщиков «Дуслык строй». Но, тем не менее, из этого документа следует, что, получив участок для богоугодного дела, господин Дементьев каким-то образом его смог пристроить американским мормоном. Напомню, это 2002-2003 год. Злые языки утверждают, что господин Дементьев получил за эту сделку 680 тысяч долларов. Я в это не верю, так не утверждаю. Но, тем не менее, слухи подобные ходят. И можно предположить, что именно эта сделка и стала первоначальным накоплением капитала для бизнесмена Дементьева, который развернул свою деятельность дальше. Уже в 2007 году новый мэр Уфы, господин Качкаев, своим постановлением номер 63 от 22 января 2007 года, опять же, по обращению общественного фонда «Луч», из согласия главы советского района Рамил Хруматовича Дельмухаметова, который очень тесную связь имеет с господином Дементьевым, выделяет новый участок, так называемый квартал 290-292, вокруг, собственно, которого и начинают разворачиваться те бурные события, связанные с жилищно-строительным кооперативом «Дуслык строй». Важна хронология. В 2007 год господин Дементьев получает вот эти участки земли. Помыкавшись в поисках инвесторов и позаключав некоторые договора инвестирования, а потом их расторгая и возвращая средства, господин Дементьев решил, судя по всему, привлекать средства дольщиков. Ну, вполне себе типичная для той эпохи схема. План был такой – построить на этом участке реабилитационный центр, а также построить жилой дом, от продажи квартир которого можно будет финансировать, в общем, все это строительство, и в том числе вот этот вот реабилитационный центр. Ну, собственно, вроде как схема рабочая. Ладно, забыли мы про Мормонскую церковь, забыли мы про этот первый участок, бог с ним, с кем не бывает, без попутал. Но каким образом привлекаются деньги? В 2009 году появляется некая организация ООО «Энерготехсервис», директором которого становится бывший охранник Чеботарев, а также срочным образом организуется вот это ЖСК «Дуслыкстрой». В ЖСК входят дольщики, пайщики, которые наивно полагают, что они в скором времени получат замечательные квартиры в центре города по вполне себе привлекательной цене, но очень интересное взаимоотношение вот этого общественного фонда «Луч» и «Энерготехсервиса» вот этой компании. Зачем вообще она нужна была бы? Дело в том, что «Луч» на себя возложил полномочия застройщика, заказывал проекты, то есть все вот эти вещи делались от лица «Луча». Но «Энерготехсервису» было поручено привлечение денежных средств и некий технадзор, который, как выяснилось потом в ходе судебных разбирательств, в общем-то и не совершался. Председателем ЖСК с подачи господина Дементьева становится еще один бывший охранник, господин Абдрашитов. Я никак не хочу обидеть профессию охранника, она у нас тут почитаемая и очень массовая в стране, но есть основания полагать все-таки, что бывшие охранники – невелики специалисты ни в финансировании, ни в привлечении денежных средств, ни тем более в строительстве. Но, тем не менее, двое бывших охранников становятся вот на такие ключевые позиции в этой всей схеме. Далее собираются примерно 300 миллионов рублей, даже больше, со 115 пайщиков жилищно-строительного кооператива запроектировано здание на 99 квартир и 28 подземных партингов, плюс реабилитационный центр площадью 1800 квадратных метров. Вот весь этот комплекс располагается в этих двух строительных кварталах – 290 и 292. Далее последовали еще дополнительные взносы в истории всей этой истории. Там 30 миллионов на сети были собраны, 25 миллионов на проектирование. Ну, в общем-то, это уже мелочи. И вот этот вот квартал 290-292 в Кировском районе города Уфы начал как бы строиться. По факту стройка остановилась уже в 2011 году. Все тянулось, как-то объяснялось. Были попытки искать каких-то еще инвесторов, хотя все деньги были внесены пайщиками через, как им казалось, по крайней мере, через энерготехсервис Лучу. Но вот этот момент передачи денег и перечисления денег от энерготехсервиса Лучу каким-то как-то странным не афишировался. То есть, собственно, он остался и до сих пор недовыясненным, потому что далее в 2015 году дольщики, пайщики, будучи обеспокоены вот этой всей ситуацией, стройка стоит, дом не достраивается, они уже подали в суд на энерготехсервис, который, ну, как бы, собственно, был получателем денег непосредственно от них, и вот вроде как они стали судиться с этим Чеботаревым. Суд длился три года и закончился обвинительным приговором по статье 159-я часть 3-я мошенничества в отношении трех фигурантов дела. Значит, были осуждены тот самый Чеботарев, директор энерготехсервиса, был осужден председатель ЖСК Абдрашитов и еще с ним был третий Денисов, который все получили по четыре года лишения свободы. Суд состоялся в марте 2018 года, статья мошенничества, все. В ходе этого судебного разбирательства господин Дементьев всячески отрицал какую-либо финансовую связь с этим энерготехсервисом, и, в конце концов, суд действительно не установил прямой связи, по крайней мере, ни Чеботарев, ни Денисов, ни Абдрашитов, не смогли доказать, что они передавали денежные средства Дементьеву. При этом есть один такой пикантный момент. Практически во всех случаях денежные средства передавались в наличной форме. То есть очень удобно было их каким-то незаметным образом куда-то девать. Ну, да, там в ходе судебного разбирательства выяснилось, что денежные средства энерготехсервис в определенном смысле потратил на приобретение дорогостоящих автомобилей, каких-то, значит, квартир и прочих вещей. Кое-что даже удалось конфисковать, но это было каплей в море. В общем, вот это был еще совершенно не последний эпизод. Напоминаю, в 2018 году трое были осуждены за вот это все. Дементьев в этой ситуации вышел сухим из воды, был признан никак не причастным к этой ситуации и продолжил свою деятельность. Геннадий Петрович действительно оказался талантливым выдухищиком и комбинатором. Комбинатором долгое время было неизвестно то, что уже в 2012 году, ну, сразу после того, как стройка фактически остановилась, господин Дементьев поделил вот этот объект незаконченного строительства на два объекта, внимание, неустановленного назначения, неустановленной площади, неустановленных материалов строительства и неустановленной этажности. Далее господин Дементьев, пользуясь, судя по всему, своими магическими возможностями, загабнетизировал двоих регистраторов Росреестра, а именно господина Нилова, немало известного, кстати говоря, в Башкирии человека, который зарегистрировал ему объект номер 1553, и госпожу Бекмееву, которая через три года в 2015 году зарегистрировала ему объект 2024. Напомню, пайщики об этом даже не подозревали. Регистрация, собственность господина Дементьева вот этих объектов произошла с очень странными обстоятельствами. То есть не были предоставлены, например, документы о собственности и возникновении этой собственности. Не были предоставлены документы об отсутствии дольщиков в многоквартирном доме, а вообще-то у регистратора должен был возникнуть совершенно логический вопрос. Минуточку, дом многоквартирный, а вы обязаны предоставить документы об отсутствии дольщиков, либо в собственности его нельзя зарегистрировать. Тем не менее, господин Нилов и госпожа Бекмеева очень благосклонно отнеслись к странным документам, которые предоставил господин Дементьев для регистрации, и оформили государственную регистрацию этих двух объектов. При этом были оформлены очень подозрительные кадастровые паспорта. В них не указана степень готовности, в них не указана этажность, район, и даже населенный пункт, где расположены эти здания. Удивительные документы, эти копии все есть в моем распоряжении, я за каждое свое слово в данном случае отвечаю. Наверное, многие из нас сталкивались когда-нибудь хотя бы один раз с работой Росреестра, ну с тем порядком, в котором там принимаются и выдаются документы. Это строжайшее соблюдение всех правил, норм, каждая закорючка проверяется, каждый документ осматривается, обязательно должны быть оригиналы и так далее, и так далее. Не дай бог где-то в какой-то справке что-то указано неправильно, вас завернут, отправят это все переоформлять. Ну вот так нормально работает Росреестр. В данном случае произошло какое-то магическое явление. Господин Дементьев, предоставив вот настолько кривые документы, получает, как из пистолета, регистрацию права собственности. Но есть все-таки какая-то справедливость в этом мире. Пайщики ЖСК Дуслык-Строй, узнав об вот этой вот удивительной метаморфозе, которая случилась с их объектом, подали в суд с требованием отменить эту регистрацию. И 26 января 2017 года решением суда вот это вот право собственности было оспорено и отменено. Ну, как говорится, аллилуйя. Но у меня тут вопрос. Если есть целое решение суда, которое носит у нас, как известно, в стране силу закона, то не появляются ли основания для того, чтобы разобраться в деятельности самого Дементьева, двух регистраторов Нилова и Бекмеевой, которые совершили эти деяния, но как минимум для служебной проверки в Росреестре. А как максимум вообще-то об уголовном деле может быть идти речь. Потому что, ну, случились вопиющие нарушения процедуры оформления собственности. И была предпринята, на мой взгляд, по моему субъективному суждению, попытка у кого-то лишить этой собственности потенциальной. То есть я говорю о пайщиках ЖСК. Но нет. По результатам вот этого судебного разбирательства всего лишь отменили вот эту неудачную попытку завладеть господином Дементьевым вот этими вот объектами. Согласитесь, это удивительная лояльность суда, удивительная благосклонность Росреестры. Но, повторюсь, господин Дементьев, судя по всему, обладает некими магическими способностями убеждать совершенно бескорыстно и безвозмездно чиновников и сотрудников судов и всевозможных Росреестров к подобным действиям. Однако вернемся к необычайной, фантастической благосклонности городских властей господину Дементьеву. В 2010 году общественный фонд «Луч» ликвидируется. На его месте регистрируется российский общественный фонд «Луч» с тем же самым названием, с теми же самыми учредителями и так далее, с теми же самыми уставами и задачами. Ну, бывает, с кем не бывает. Однако, любопытно, что постановление 10.05 от 1 марта 2010 года, подписанное господином Качкаевым уже, уже следующим мэром, перевыделяет землю уже российскому общественному фонду «Луч», хотя деньги пайщиков, ну, так или иначе, привлекались в сторону общественного фонда «Луч». Может быть, это покажется и казуистикой, но это же разные юридические лица. Как мог Качкаев выделить, перевыделить эту землю уже другому юридическому лицу, тогда как там уже стоял этот, значит, ну, начиналось строительство, там уже шло строительство, шло проектирование и прочее, прочее. Нисколько это не смущает Качкаева, он выделяет эту землю уже Роф-Луч. Оф-Луч почил в Бозе. Разрешение на строительство выписывается 4 марта 2011 года до 28 февраля 2012 года. Подписывается чиновником мэрии Чеботаревым ЕА. Тот же самый Чеботарев, ничтоже сумняшися, просто ручкой на том же постановлении впоследствии продлевает разрешение на строительство до 22 января 2013 года. Просто от руки. Ну, что это, если не любовь или не магия? Потому что любой строитель в Уфе знает, насколько сложно пройти все перипетии переоформления и изменения условий строительства в городе Уфе. Для Дементьева это было вообще не проблема. Идем дальше. Постановление номер 3609 от 18 июля 2013 года уже за подписью следующего мэра Уфы Елалова на основании договора 2013 года переоформляет аренду земли на Роф, но уже с упоминанием Оф-Луч. Без торгов, без каких-то лишних бюрократических процедур. Ну, и опять под строительство, но, заметьте, уже зарегистрированного объекта, незавершенного строительства. Ну, возможно, конечно, Ирика Ишмухамедовича обманули, ввели в заблуждение, еще что-то, но это никак не снимает ответственности с него и с его администрации за подобные деяния. Еще раз обращаю внимание, каков уровень лояльности городских чиновников господину Дементьеву? Объяснить иначе, как какими-то потусторонними воздействиями на сознание наших угрюмых и несговорчивых чиновников, я это иначе никак не могу. Поговорим немного и об уставных задачах вот этого замечательного общественного фонда, а впоследствии и российского общественного фонда «Луч». Каковы его заслуги, достижения в помощи слабовидящим спортсменам в их реабилитации и так далее? Ведь велась постоянная деятельность. Ну, об этом нам сообщают многочисленные отзывы из всевозможных органов власти, в которые обращались в том числе и пайщики кооператива, пытаясь понять деятельность вот этого «Луча» и чем же он был полезен. Вот, например, у меня документ, это письмо из Всероссийского общества инвалидов по зрению, который сообщает, что Региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» Республики Башкортостан не является спонсором-организатором или участником мероприятий, проводимых Республикой Башкортостан для инвалидов при поддержке Всероссийского общества инвалидов. То есть совместные мероприятия «Сыров» «Луч» не планируются. С уважением, председатель БРОВАИ О.Л. Ротов. Это одна из, как бы, иллюстраций деятельности «Луча». То есть никто среди федеральных, ну, по крайней мере, вот это федеральное общество инвалидов слыхем не слыхивало про вот эту вот, про эту организацию. Вот есть письмо из Регионального отделения Общероссийской общественной организации про Олимпийский комитет России, с которым по определению, наверное, должен был сотрудничать «Луч». Он пишет, что Региональный общественный фонд «Спортивно-революционный центр инвалидов по зрению «Луч»» Республики Башкортостан в мероприятиях, проводимых региональным отделением ПК ВРБ, не участвует и участия не предвидится. Никаких устных и письменных договоренностей нашей организации с фондом «Луч» и возможным использованием строящегося реабилитационного центра для нужд паралимпийцев не имеется. Подпись «Господин Емельянов». Есть еще один замечательный документ, датированный еще 2008 годом. И это очень серьезный документ. Документ этот исходит из Министерства юстиции Российской Федерации, который, как известно, курирует все общественные организации, в том числе вот этот вот замечательный «Луч». В этой справке приводятся такие данные, что высший орган управления фонда деятельности не осуществляет, заседание не проводится, что подтверждено отсутствием документов. Эта справка дана в ответ на то, является ли этот фонд общественной и благотворительной организацией. Согласно главе 9-й устава фонда, пишется в этой справке, предусмотрена ревизионная комиссия, избираемая на три года. Протоколы об избирании ревизионной комиссии отсутствуют. Дальше больше. В нарушении перечисленных норм, согласно представленной проверке документов, возможно сделать вывод о том, что большая часть расходов направлена на административно-хозяйственные нужды, а не на реализацию благотворительных программ. Об этом свидетельствует отсутствие благотворительных программ, наличие документов, подтверждающих оплату всевозможных услуг, связей, ГСМ и прочее, прочее, прочее. А денежные средства расходуются с нарушением положения устава и федерального закона о благотворительной деятельности и благотворительных организациях от августа 1995 года ФЗ-135. Подпись заместителя руководителя Минюста Туйгунов. Так вот, вот эти три документа, как минимум, вызывают у нас сомнения в достоверности вот этой благотворительной и богоугодной деятельности Луча. По моему субъективному суждению, вся деятельность выразилась вот в попытке строительства вот этого вот объекта недвижимости, который вот таким странным, кривым образом строился или строится уже 19 лет на территории нашего замечательного города. Но, как известно, все имеет свой конец. Судя по всему, лопнуло терпение и у пайщиков ЖСК Дуслык-Строй, но, в общем-то, это, наверное, неудивительно. 19 лет – это достаточно большой срок. И в 2020 году пайщики обращаются в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело против уже руководства вот этого самого замечательного РОФ «Луч». Ну, собственно, против господина Дементьева. Ну, следствие было поручено следователю по особо важным делам Роженцевой, которая, конечно, вела следствие и ведет его до сих пор довольно странным образом. Ну, опять же, это мое субъективное такое суждение. Я видел некоторые материалы дела, выдержки из этих материалов, как опрашивался Дементьев, какие ему задавались вопросы, какие ответы он давал и почему-то это устраивало господину Роженцеву. Госпожа Роженцева, конечно, с какой-то повышенной лояльностью относилась к господину Дементьеву. Это очевидно для меня. И это еще одно подтверждение магических способностей Геннадия Петровича. По всей видимости, он заколдовал и следователя по особо важным делам. Повторюсь, это уголовное дело все еще не завершено, и там чего-то происходит. Впрочем, господин Дементьев уже схлопотал одну судимость. И судимость это случилась вот по какому поводу. Этот объект, вот этот дуслык строй, стал еще у нас и известен в Уфе как некий долгострой смерти. В этом здании погибло несколько человек, там разные причины, то ли это несчастные случаи, то ли самоубийство. Собственно, обвинение Дементьеву было предъявлено по статье 315 Уголовного кодекса «Злостное неисполнение решения суда». Вот всей этой историей с уголовным делом предшествовало решение суда о том, что он обязан исполнить свои обязанности по ограждению и охранению этого долгостроя. Он их не исполнил, в итоге случилось вот это. Но опять происходит какое-то магическое чудо. В итоге господин Дементьев отделывается штрафом 10 тысяч рублей. Дело производства прекращается по нереабилитирующим основаниям. Собственно, прокуратура ходатайствовала о прекращении уголовной ответственности. То есть совершенно здесь какие-то фантастические обстоятельства. То есть и прокуратура, и суд все стали на сторону Дементьева. Шесть человек погибло на этой стройке, а ему, значит, 10 тысяч штрафа. То есть, ну, если так вот делить, то получается, что где-то по 1800 за каждый труп заплатил господин Дементьев. Согласитесь, недорого, да, и немного. Не знаю, выплатил ли он этот штраф, наверное, все-таки выплатил. Но это всего лишь вишенка на торте. Что происходит дальше? Уже с 2018 года объект Дуслык-Строй попадает в поле зрения региональных чиновников, которые борются с недостроями, с обманутыми дольщиками и прочее, прочее. Дуслык-Строй попадает в дорожную карту Артема Ковшова, заместителя министра по строительству и архитектуре. Вот этого нашего комитета замечательного господин Ковшов отвечает за работу с дольщиками, и он, значит, работает с Дуслык-Стройом. Ну, прямо скажем, господин Ковшов – это человек, который очень легко и быстро меняет свои позиции и мнения. В этом случае тоже не было исключения. Сначала он почему-то настаивал на банкротстве строительного кооператива Дуслык-Строй, но потом, вникнув в вопрос и поняв, что кооператив не был застройщиком и банкротить его нет никакого смысла, перешел к другой трактовке этой истории и решил требовать банкротства РОФ-Луч. Ну, что само по себе логично, особенно на фоне того, что Федеральный фонд Дом.РФ согласился на достраивание вот этого объекта при условии банкротства застройщика. Ну, таково основное базисное условие работы Дом.РФ в регионах. Будучи спецсубъектом, Дом.РФ имеет право организовывать и проводить банкротство в ускоренном режиме и побыстрее приступать к достраиванию объектов-долгостроев. Но здесь происходит какая-то совершенно магическая вещь. Опять, очередной раз. Вроде бы все идет нормально. Дом.РФ готов достроить дом. Нужно только обанкротить РОФ-Луч, но внезапно господин Дементьев пишет письмо в арбитражный суд Уральского округа о том, что у него нет никаких обязательств перед дольщиками, что у него нет никаких финансовых проблем и нет никакого повода для его банкротства. Вот на фоне вот этой 19-летней истории со строительством дома. И опять происходит чудо. Уральский окружной арбитражный суд отменяет решение о банкротстве РОФ-Луч. Правда, уже с 8 апреля, как минимум до первых чисел мая, я не знаю, как точно сейчас, но к первым числам мая, начиная с 8 апреля, мотивационной части решения суда никто так и не видел. Юристы особенно интересуются, как же Уральский окружной арбитражный суд будет объяснять вот эту вот свою отмену банкротства. Но тут мы попадаем в ситуацию, вернее, мы и несчастные дольщики кооператива «Дуслык строй» попадают в ситуацию патовую. Если будет отменено банкротство РОФ-Луч, если вот это решение Уральского окружного арбитражного суда устоит, в таком случае Дом РФ просто технически не сможет участвовать. Он хочет, может и согласен участвовать в застраивании этого долгостроя, но он не может, потому что отсутствует процедура банкротства. Повторюсь, банкротство застройщика является главным основополагающим условием для передачи объекта Дому РФ. Здесь, конечно, дольщики «Дуслык строй» рискуют уйти в какую-то бесконечность, на самом деле, если не будет найдено решение. Я, конечно, могу гипотетически предположить, что господин Дементьев заколдует еще парочку мэров города Уфы, может быть, он еще не пробовал гипнотизировать Мавлиева, может быть, с ним выйдет, и Мавлиев выделит ему еще чего-нибудь, чтобы можно было бы продать каким-нибудь мормонам или еще каким-нибудь желающим, но вряд ли. Вряд ли уже это получится теперь. И потому, на мой субъективный взгляд, дольщики «Дуслык строй» попадают в абсолютно патовую ситуацию. Банкротства нет, непонятно на что господин Дементьев намерен достраивать эти здания-сооружения, а там ведь идет время, и конструкция начинает ветшать, и нужно, чтобы достроить, нужно проводить дорогостоящие экспертизы, смотреть сохранность конструкции и так далее, и так далее. Но это мы уходим уже в строительные дебри. Вот на данный момент ситуация подвешена в воздухе. Повторюсь, это какая-то волшебная, магическая история, которая случилась на территории нашего города. Согласитесь, каждый ее этап отдает каким-то колдовством, потому что вообще-то ни чиновники, ни следователи, ни прокуратура, ни суды разных инстанций обычно так себя не ведут. Я не знаю, чем уж там их заколдовал господин Дементьев, но, видимо, он имеет какие-то такие сверхспособности. Дольщикам же «Дуслык строй» я все-таки пожелаю того, чтобы их проблема разрешилась в ближайшее время. Очень хотелось бы, чтобы Дом РФ все-таки проявил настойчивость и попытался каким-то юридическим способом повоздействовать на эти события, случившиеся в арбитражном суде Уральского округа. Может быть, ситуация еще и как-то поправима. Но пока это вот так, как есть. Субтитры создавал DimaTorzok